друзья всем привет с вами геленджик life наша жизнь на море меня зовут виктория и сегодня мы отправимся погулять с вами в прогулку по тонкому мысу пройдем мимо пляжей голубой волны а также прогуляемся по пляжам где берег считается диким и не оборудованным и как всегда чтобы прогулка была у вас познавательной и интересной давайте мы сегодня послушаем про тайны черного моря первая тайна черного моря это сероводородное заражение одной из загадок черного моря является его заражение сероводородом открытие этого явления было сделано в процессе океанографической экспедиции в 1896 году русским геологом николаем андрусовым до сих пор наука занимается изучением причин и обстоятельств насыщения глубин черного моря высокой концентрации водорода пока что бытует две версии первое либо сероводород выходит из глубоких морских трещин или маленьких впадин либо поступает в воду в связи со специфическим действием морских бактерий уровень сероводорода постоянно повышается и уже на 100 метрах он становится критическим поэтому на глубине 100 метров черном море никто не живет с большим количеством сероводорода черном море некоторые исследователи обеспокоены угрозой подводного взрыва а некоторые их коллеги считают что море может даже загореться вторая интересная загадка это загадочное существо за сотни лет до нашей эры древнегреческий историк геродот упоминал о загадочном существе которое обитало в водах понта эвкинского нынче черного моря чудовище было с большим туловищем похожим на гриву гребнем и длинным хвостом оно имело огромные когтистые лапы красные глаза и широкую пасть в 1985 году у мыса кородак местные жители увидели животное похоже на огромный камень который был обросший водорослями при приближении группы жителей камень зашевелился и погрузился в пучины моря вмахнув змееподобным хвостом а в июне 2011 года украинские рыбаки поймали в севастопольской акватории средних размеров чудо рыбу мужчины утверждали что поймали то ли маленького кита то ли акулы то ли рыбу с двумя головами одна из которых внешне походила на гору по описаниям рыба была похожа на реликтовый вид акул вымерший сотни лет назад третья история о миллионном кладе ненайденного корабля в 1854 году на черном море разыгралась сильнейшая буря в это время судно черный принц доставлявшие золото для выплаты жалований войскам которые участвовали в крымской войне шло по своему обычному курсу разбушевалась стихия которая потопила корабль весть о гибели огромного корабля вскоре облетела италию америку японию францию германию и все искали пропавшие в водах черного моря золотые сокровища 65 миллионов долларов именно такую сумму в перерасчет на нынешние деньги вез черный принц но не нашли ни золото ни останки судна на месте предполагаемого крушения побывали глубоководные водолазы также там удалось обнаружить следы 10 разбитых кораблей следовавших за черным принцем но самого главного корабля этого каравана никто так и не нашел он словно провалившие морские глубины четвертая загадка черного моря это волны гиганты говорят что в двадцатом веке ученым удалось зафиксировать гигантские волны на черном море высота обычных волн даже при небольшом шторме в море равна приблизительно 1 2 иногда 3 метра но исследователям удалось зафиксировать волну высотой в 25 метров и длиной в 200 метров хотя говорят что волны убийцы которые были зафиксированы на черном море составляют высоту 14 метров вообще исследователи описывают эти волны убийцы так при полном штиле вода закипает и поднимается в течение нескольких секунд а затем также быстро исчезает некоторые ученые утверждают что черное море обладает слишком малой площадью чтобы волны в нем могли достичь высокой скорости большой высоты другие же говорят о том что на черном море иногда происходят сильные подводные землетрясения которые вызывают гигантские волны природу таких толчков ученые не вполне исследовали и и поныне но вообще стоит помнить о том что черное море непосредственно геленджика анапа и новороссийск находится в сейсмоопасной зоне одним из самых известных землетрясений считается землетрясение 1927 года которая не находилась недалеко от севастополя и говорили очевидцы о том что были замечены как раз таки воспламенение серого водорода в море а теперь несколько интересных фактов о черном море площадь черного моря не очень велика по сравнению с другими морями насчитывает всего 422 тысячи квадратных километров при этом наибольшая глубина его составляет 2 километра 210 метров а кроме того за красотой черного моря скрывается довольно скудная фауна по сравнению с другими морями в водах его обитают всего лишь 2500 видов различных животных но и стоит отметить что на глубине ниже 150 метров в черном море действительно никто не живет потому что вода там очень насыщена сероводородом самый интересный такой факт что черное море увеличивается в размерах и за сто лет она увеличилась на 30 сантиметров окружающие горы не поспевают за ростом моря и постепенно уходят под воду надеюсь что такая информация была для вас интересной а теперь давайте вернемся ненадолго в лето и так хочется поплавать в водах черного моря в лето и так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, вернулись вместе с нами в лето? Мне были приятны эти воспоминания. Думаю, что и вам воспоминания о летнем сезоне тоже были приятны. Пляжи сейчас выглядят пустынными. Обычно в апреле месяце приезжают первые отдыхающие и заселяются в пансионаты и санатории. Но только не в 2020 году. Хорошо хоть Александр Иванович дал нам это видео для того, чтобы мы смогли прогуляться вместе с ним по тонкому мысу, посмотреть на пляж Голубой волны, ну и конечно же насладиться прекрасной прогулкой по солнечному и любимому Геленджику. Надеюсь, что наша сегодняшняя прогулочка пусть в таком формате вам понравилась. Если так, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наше новое видео, а также не забывайте оставлять комментарии. Комментарии очень важны и очень нужны. Они дают обратную связь с нашими любимыми и уважаемыми зрителями. Ну а с вами был Геленджик Лайф, наша жизнь на море. Меня зовут Виктория. Всем пока. Привет из солнечного, пустынного, карантинного Геленджика. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»